Слава Господу! Примерно 60 лет назад в мире впервые появились компьютеры. И я думаю, многие из молодых особенно знают, что первые компьютеры, они были чуть-чуть больше, чем мы имеем на сегодняшний день. Они были примерно по размеру комнаты. Если взять этот зал и разделить пополам, то первый компьютер примерно был таким размером. И он делал намного меньше то, что делают сегодняшние компьютеры, но были намного большие. И вот спустя 60-40 лет уже прошло с тех пор, каждый из нас, наверное, даже сидящий сегодня в зале, имеет компьютер намного сильнее, чем первый компьютер, как, например, наши iPhone, наши Samsung и прочие телефоны, смартфоны. И иногда так останавливаешься и задумаешься об этом всем, как люди могли достигнуть этого. Мы привыкли, конечно, мы пользуемся ими постоянно, но как люди могли создать то, что мы сегодня имеем. И, конечно, это все благодаря человеческому разуму, который Бог в своей премудрости вложил в каждого из нас. И сегодня я хотел бы порассуждать немножко о нашем разуме, который все-таки, взять всех компьютеров вместе, наш разум, он намного сильнее и крепче любого человеческого компьютера. Когда я учился в колледже, у нас был такой курс анатомии, физиологии, anatomy, physiology, и мы разбирали все члены нашего тела, как они функционируют, как они работают. И я помню прекрасно, что мы дошли до нашего разума и начали разбирать как нейроны, которые посылают сигналы друг к другу, и как разум человеческий работает. И одно я помню прекрасно, что нам профессор говорил, что несмотря до достижения, все, что они исследовали про человеческий разум, они никак не могут понять глубину и силы человеческого разума. Для них это как большое mystery. Они до сих пор разбирают, стараются понять, как Бог создал вот этот разум, как он работает. И сегодня я хотел бы с вами, друзья, порассуждать немножко о нашем разуме. И одна из них функций, которая сильнейшая из всех, это способность размышлять, мыслить. Чтобы сегодня порассуждать о наших мыслях. Библия очень много говорит нам о наших мыслях, как правильно мыслить, как неправильно мыслить. И мы прекрасно знаем, наверное, что есть три источники нашей мыслей. Это первое, наши собственные мысли, то, что мы размышляем, думаем, наши мысли. Потом есть мысли, которые враг посылает нам, душ человеческая, которую он посылает, влагает в сердце. Он имеет доступ к нашим мыслям. Я думаю, мы прекрасно это понимаем. И еще есть мысли, которые Господь посылает. Он полагает на наше сердце что-нибудь, что-нибудь сделать, что-нибудь сказать. И он работает с нашими мыслями, с нашим сердцем, чтобы положить то, что нам нужно сделать. Первое, я хотел бы с вами открыть место, это будет Деяние святых апостолов, пятая глава. И с первого стиха. Некоторый же муж именем Анания с женой своей сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей. А некоторый час принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому, и утаит из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал бездыханием, и великий страх объял всех, слышавших это. И став юношей, приготовили его к погребению и вынесли, похоронили. Часа через три после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в дверь погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. И вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою, и вынесли, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Известный нам случай, истории мы, наверное, знаем. Я хотел бы подметить просто ту мысль, то, что здесь приходят люди, которые, как мы знаем, это была первая церковь. И первая церковь была очень духовно сильна. Там были знамения, там были чудеса. Там были, по крайней мере, 11 апостолов, которых сам Господь Иисус Христос избрал. То есть нельзя сказать, что там не было духовной прекрасной пищи, питания и роста. Все с точки духовной там было хорошо. Но все равно в самой, скажем, первой, сильной, крепкой, доброй церкви появилось такое, что пришло искушение. И постигло этих людей, которые продали землю. И вдруг они решили солгать, обмануть. Я хотел бы подметить ту мысль, что Петр, он обращает внимание, как довело их до того падения. И он говорит, зачем вы разрешили сатане вложить в сердце вашу мысль солгать? То есть сатана там капал, сатана там работал над этими людьми, и он вложил. Я посмотрел даже в оригинальном греческом переводе, как это там написано, здесь написано. Сказал же Петр, «Ананя, из-за чего наполнил сатана сердце твое?» Наполнил сатана сердце твое. То есть сатана, он будет стараться, несмотря на какой церкви мы находимся, где мы живем, наше духовное состояние, наше положение, он ничего это не смотрит. Он будет стараться, чтобы наполнить, положить что-то туда, вложить, потихоньку капать. И хотел бы сказать, что никто из нас не защищен от этого. Я не думаю, что есть духовный рост, который полностью заградит наши мысли от атаков врага. Они постоянно будут. Мы же помним прекрасно, что Иисус Христос, когда Он был в пустыне и пришел искусить Его сатана, Он тоже влагал в сердце Его мысли, Он тоже что-то там говорил, что-то старался, чтобы Иисус сел против Господней воли. Самого Сына Божьего, который был совершенным, не имел никакого недостатка, ничего Его не доставало, но все равно сатана атаковал. Я хотел бы, чтобы мы как-то просто помнили, что в нашей жизни будут приходить эти искушения, будут приходить эти атаки, и нужно иметь, как себя огородить против них. Первое, второе, вернее, я хотел бы также прочитать Деяния Святых Апостолов, 10 глава, 9 стиха. Наши мысли не только могут приходить от врага, но наши мысли могут приходить от самих себя. Как мы себя приучим мыслить? Как мы этот компьютер, который в нашем разуме, как мы его запрограммируем, так он будет и работать. 10 глава, 9 стих. На другой день, когда они шли и приближились к городу, Петр около шестого часа вошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление. И видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвертоногие земные, звери, просмыкающиеся, и птицы небесные. И был к нему глаз, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, то вот и не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Я вот немного рассуждал, рассматривал всякие примеры в Библии, где люди говорили Богу нет. Господь что-то им сказал, сделай то или другое, или Господь призвал на служение, и люди просто говорили нет Господу. И мы знаем примеры, что люди, даже и Моисей, и пророки, которые смущались, боялись, пошли другого, у меня есть такие недостатки, я не могу и не уговорили, кого-то другого пошли. Но так, вот этот пример, который я читал, мы с вами прочитали, это, мне кажется, таких мало примеров Библии находится, где Господь дает про мое повеление, заколи и ешь, и человек говорит нет Господи. То есть, не ангелу он здесь отвечает, не какому-то пророку, а самому Господу. Он прекрасно понимал, что ему обращается Господь и говорит нет Господи. Чуть-чуть мне страшновато было за Петр читать эту историю. Как он может так ответить нет Господу? И более того, не только однажды он это сделал, как будто, может быть, прослушал что-то, но мы видим, что он трижды, три раза Господь ему говорил, заколи и ешь, Петр, и он говорит нет Господи. И что его заставило так отвечать? Мы же знаем Петра, что он прекрасный муж Божий, он апостол, он сильный, который имеет помазание Господне, он тот, который имеет много в своей истории уже чудес, который Господь делал, уже он и больных исцелял, уже и бесов изгонял, уже он имел достаточно много духовного роста. Но вдруг в его жизнь пришел такой момент, где ему пришлось сказать нет Господу. И мы, наверное, понимаем почему. Потому что Петр, он рос в таком духе, в такой религии, иудеизм, джулиизм, где проповедовалось закон. И он знал, ему учили, что нельзя есть и то, нельзя есть и то, можно есть и то. И с детства, наверное, он слышал Тору и все, что ему там учили, и это пропиталось в его сердце. Это было глубоко-глубоко в его мыслях, в его сердце. И все остальное, что там и фарисеи, и учители закона преподавали Петру, он как-то это взял и пропитал свое сердце. И пришел момент, что вот эти привычные мысли, как он научен, как он воспитан, пришлось его это все ломать. Пришлось что-то сказать, что Петр, вот здесь я хочу тебе что-то новое открыть, Господь ему что-то новое открывает. И он все-таки говорит нет. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Потому что все, каждый из нас воспитан как-то. Каждый из нас имеет какие-то учения, какое-то направление в нашем сердце. Как-то мы наставлены были, может быть, по традициях наших, может быть, по религии, по-другому. Каждый из нас есть то, что вложено в нашем сердце. И трошки опасно, когда Господь нам что-то скажет, и мы скажем ему нет. Потому что мы научены по-другому. Я хотел бы так бы осторожно это сказать, потому что есть прекрасные традиции, прекрасное то, что в нас вложено. Но то, что я хотел бы сказать, это то, что Господне Слово и то, что написано в Его Слове, всегда должно превозноситься и быть превыше всего того, что в нас вложено. Все наши традиции, все, что у нас есть в нашем сердце, нужно всегда его сравнивать с Словом Господним. Что же там написано? Что же Господь через все эти года открыл своим пророкам, своим апостолам? И как вот эти наши мысли, наши рассуждения, как близко они сходятся с Господним Словом? Есть ли противоречия между нашими мыслями и Словом Господним? Есть рецепт, как правильно мыслить в Господнем Слове. Рецепт, как правильно мыслить. Я хотел бы с вами открыть его. Это будет, вот уже сегодня почти-почти затронули это место. Это будет филиппийцам 4 глава, с 8 стиха. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Хотя бы вам почитать то самое место в английском переводе, может быть, чуть-чуть понятнее будет, особенно для тех, которые выросли здесь. Мы с вами вначале говорили о компьютере, о том, что человеческий разум – это величайший, величайший компьютер. И все из нас, которые пользуются компьютером, мы знаем, что в компьютерах есть фильтр. Когда мы хотим что-то найти на интернете, или на Amazon, или на eBay, мы кейворд, печатаем какое-то слово, фильтр ставим. И все ненужное оттуда отпадает, и только появляется нужное в компьютере. А так у нас было бы слишком много, что надо было бы прочитать, чтобы найти нужное. То Господне Слово дает нам фильтр. То есть наш разум, постоянно будут приходить разные мысли, их не остановить. Кто-то когда-то сказал, что они как птички, которые летают над нашей головой. Они летают постоянно. Но мы имеем право не дать им оставить там гнездо, и посадиться, и там что-то посеять. Мы имеем на это право. Вот и здесь, в Господнем Слове, нам остается такой прекрасный стих, который, я думаю, уже мы много раз читали и знаем, но это как фильтр. Какое любое мысль придет в наше сердце, мы имеем полное право проверать его, ставить этот фильтр. Правильно ли оно? Чисто ли оно? Что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, тестославно, добродетель и похвала, о том помышляйте. И еще одно я хотел бы сказать, то, что часто мы, наверное, думаем, что вот как эти птички, вот эти мысли, которые прилетают в нашу голову, мы не имеем права ими контролировать. И на самом деле, иногда они очень крепкие, особенно когда враг атакует от нас, они очень сильно владеют над нами. Но мы имеем полное право владеть нашими мыслями. Второй Коринфианом прочитаем, 10 главу, 4 и 5 стих. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Ну, с 4 стиха начнем. Оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не прозвергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот картину эту нарисовать. Когда кого-то пленяем, мы, ну, люди, когда пленяют кого-то другого, они обычно нежно, не мягко к ним обращаются, что пойдем сюда, будь добрый, пойди с нами. Там есть какая-то власть, там есть какая-то сила, там они твердо кого-то пленяют и ведут, заставляют куда-то идти. Так и здесь Господне Слово говорит, чтобы мы имеем власть пленять всякое помышление в послушание Христу. Всякое помышление, все, что в наше сердце приходит, мы имеем полную власть пленять его, брать его в плен, брать его, сравнивать с Господним Словом, включая тот фильтр, который нужен, чтобы оно было послушно Господнему Слову. Пусть Господь благословит нас, друзья. Этот компьютер, который в нас, он сильнейший и сильнейший компьютером. Мы все его имеем, мы все им постоянно пользуемся. Мы знаем, что туда могут приходить мысли от нашей собственной. Мы знаем, что враг может послать туда мысли, и Господь влагает туда мысли. Но главное, чтобы мы всегда помнили, что мы имеем власть. Мы имеем силу пленять все эти мысли, которые мы имеем в послушании Христу. Пусть он нас благословит, пусть его имя прославится. Аминь.